Тема очередной встречи, лекции в лектории «Прямая речь» Едвига, королева Польши. Фигура малоизвестная у нас, не возникающая в наших учебниках истории. И тем не менее, эта женская судьба очень яркая, подчеркивающая именно женское начало в ее судьбе. Эта правительница Польши, молодая, хрупкая женщина, была поставлена своей эпохой, а это 16 век, была поставлена своей эпохой перед странной... Нет, не странной, а страшной дилеммой. Любовь или интересы любимой Польши. И она выбрала государственный интерес. Хотя, конечно, ее натура рвалась к тому, чтобы быть любящей и любимой. И еще она отвечена тем, что в эту пору расцвета, возрождения, культуры, новой культуры, нового взгляда на науку, на прошлое, она очень стремилась поддержать просвещение. И в сущности, Егелонский университет в Кракове, самый знаменитый польский университет, должен бы называться ее именем, а не именем ее мужа, литовского князя Егайла. В лекции я объясню, почему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова